Салам алейкум! Хочу поприветствовать тебя, очень рад, что ты откликнулся на мое предложение пообщаться, взять интервью, потому что я считаю, что для консолидации наших народов, турков, азербайджанцев, казахов, Саха, это непосредственно нужно. Вот о своем канале, как бы хотел бы сказать, у меня канал направленный на то, что это тоже название Сахтарда Нурпахтара, переводится «потомки сайтов», «потомки тюрков», поэтому как бы у нас много общего. Ну и теперь, кто тебя, конечно, не знает, но думаю, у тебя больше знает, чем меня, тоже о себе, о своем канале. Алейкум салам, Диас, рад знакомству с тобой. Ну, мой канал и тематика понятна, единение тюрков, все на этом пути. То есть, не только пропаганда, агитация, в хорошем понятии этого слова и так далее. Я турок-посетинец, точнее, ахыско-турок, родился я в Бишкеке, точнее, в Нарыне родился, вырос в Бишкеке, в данный момент живу в Стамбуле. Отлично, понятно. Ну, в принципе, очень радует, что братья-турки, братья-азербайджанцы, братья, как говорится, все тюрки сейчас начинают просыпаться, как говорится, начинают интересоваться своей историей. Кем же были все-таки наши великие предки? Всех вот интересует такой вопрос, все-таки наши языки, как ни крути, они похожи. Делятся на, вот сразу хотелось бы сказать момент, кто не знает, что тюркские языки делятся на угузскую ветку, на кипчакскую ветку и на карлукскую ветку. Так вот, турецкий язык, азербайджанский относится к угузской группе, правильно, да? Казахский язык, да? Там еще есть другие группы, насколько я знаю. Ну, это основные группы, которые вот разделяют лингвистов. Да, да, основные группы. Там еще... Кипчакская группа, да, самая многочисленная, кстати, вот казахский язык туда входит, татарский, башкирский, ногайский, харакалпахский и так далее, то есть, кто желает, найдет. Ну и, соответственно, карлукская группа, это уйгурский язык и узбекский, вот, ну, возможно, еще есть, это, насколько я знаю. Поэтому у всех возникает вопрос, как же так, столько народов в общей численности, 30 народов примерно, я насчитал, говорят о нашем великом тюркском языке. Ну, я, наверное, хотел бы узнать, что ты знаешь по истории, каким образом это нас объединяет. Давай узнаем твое мнение. Ну, это нисколько мое мнение, а исторический факт, что все мы, или как минимум большинство, из тюркского каганата. То есть, казахские турки, это 100% в основе своей тюркский каганат. Турки, это потом Кузов, и, если я не ошибаюсь, это западный тюркский каганат должен быть, у Гуза оттуда пришли через Иран, в эти стороны. Следкий казахов, если не ошибаюсь, восточный тюркский каганат. И вот этот позвал каганата, как сказать, и создал все вот эти тюркские народы в основном. Но кто-то раньше ушел при гуннах еще. Хунны были, потом гунн европейские и так далее. Кто-то при аварцах, при аварах точнее. И вот, сказать, вот эти тюркские, древне-тюркские народы и породились сегодня современные наши тюркские народы. Но большинство из тюркского каганата. Ну, теперь я хотел такой момент сказать. Не зря же я назвал свой канал Сахтарден Урпахтаре. То есть, именно потомки саков. И мне задают люди вопрос, какие саки, при чем здесь саки и так далее. Вот хотел бы тоже предысторию сказать. У каждого народа, у каждого, как говорится, даже у тюрков, у тех же каганатов есть тоже предки. Просто все почему-то берут свою основу от вот этих тюркского каганата. Но предки тех же тюркских каганатов, вот как раз я к чему и свожу, это именно сакские народы, скифо-сакский элемент. Даже еще Геродот писал, что есть западная скифия, восточная скифия. Восточных скифов именно вот называли саками. Если быть дословно на казахском языке, сак это, то есть сак, волк, будь осторожен, будь стражником, будь воином. То есть, это все подразумевает. Сейчас вот именно предмет изучения саков, их отправляют к индоиранцам. Говорят, они были иранскими народами, говорят, они были европейскими народами, общались на персидском языке и так далее. Нынешние раскопки археологически показывают на то, что внешнеантропологический вид у них был, так называемая южносибирская раса, монголоидная раса, вот эти курганы, все наследие. И мы именно являемся саки, тюрки. Вообще их разделяют, типа тюрки воевали саками. Это в корне неправильно. Это был один пласт, один народ, но их по-разному называли. Вот, например, персы называли саков «туры на быстрых конях». Понимаете, «туры на быстрых конях». А империю называли Туран, империя саков. Поэтому «тур» это переводится, как говорится, «бык». Была религия, наверное, быкопоклонничества, то есть это тоже доказывает. Балбалы, которые находят, статуэтки сакские, которые выливались из золота, показывают наличие действительно монголоидной расы. Но к этому я хочу сказать. Многие говорят, вот вы, например, казахи, относитесь к монголоидной расе, там турки, например, в большинстве своем не похожи на вас, да? То есть система «разделяй власть», то типа мы, у нас разные моменты. Но всегда хочется отметить тот момент, что наши предки брали в жон из других народов. Эта практика практиковалась. Особенно, как сложилась турецкая нация, уже сейчас никому не секрет, да? Потому что предки, вот действительно, прямо и турков были великие завоеватели, которые не то что откочевали или убежали, как нам хотят сказать историки, а действительно они кочевьями захватывали новые народы, брали в жон женщин местных народов, смешивались, и так уже образовывалась этногенез, внешний вид турков. Правильно говорю, Инар? Да, есть такие данные исторические, что 400 тысяч юрт у ГУЗов, то есть так население подсчитывали, ну, примерно каждая юрта, скажем, у каждого там по 3-5 детей, 400 тысяч там умножить на это, примерно это количество можем получить. В общем, говорится, что у ГУЗов пришли в количестве 400 тысяч юрт в эти стороны. Но так как население уменьшалось, у ГУЗы воевали, понадобилась политика исламизации, тюркизации. Из-за этого у ГУЗы исламизировали, тюркизировали некие народы, ну, не в большинстве, конечно, а там брали 3-5 тысяч детей, исламизировали их. То есть это вынуждено было, но в основе своей они не утратили свой. Свою тюркскую генетику, происхождение. Все султаны османские были у ГУЗы, в общем-то. Но смешанные, конечно. Вот, Айнар, я разговариваю тоже с другими братьями турками. Они говорят все в один голос, что предки турков выглядели примерно, как сейчас выглядят казахи. Как вы считаете это? Ну, вы согласны с этим мнением? Ну, у казахов был любой народ, тюркский народ, нация смешивалась. Казахи тоже имеют смесь там, не знаю, с другими, не тюрками. Но в основе своей, конечно, на 90-80% это тюрки. Но у каждого народа обязательно есть смесь. Если судить по сиджукским вот этим каким-то статуям 13 века, да, там у них черты более-менее азиатские, да. Круглые головы азиатские. Очень схожи, да. Тебе вопрос, почему нынешние турки не очень схожи? Во-первых, смесь. Опять пришли сюда, смешались частично с персами, с кавказскими народами, со сирийцами и так далее. Ну и, конечно же, итог на внешность. Но я думаю, что тюркская генетика все-таки она не пропала. Она, как минимум, она в большинстве существует в турках, я думаю. Если бы она пропала, мы бы себя тюрками не считали. Вообще бы, я думаю, генетика, она воздействует на самосознание. Я в этом уверен. Из-за этого мы, если даже имеется смесь, мы тюрки, мы никуда не исчезли, не делись, даже при таком складе. Эйнар, смотрите, можно на ты, да, по идее, как бы. Эйнар, смотри, вот, например, это обычная практика. Ты поедешь жить, допустим, в Россию, в Москву, возьмешь в жены русскую женщину, она родит тебе ребенка, да, который будет иметь уже более светлые черты, а его дети останутся там жить, да, дадут большой род, и только будут в основном, если, ну, как бы брать жены русских, например, то через даже 2-3 поколения внешность турецкая или внешность казахская, она, можно сказать, растворится и исчезнет. И такой же элемент произойдет, допустим, с другим, да, европейцем, который приедет жить к туркам и казахам. Это генетика, естественный процесс, и в этом ничего нет плохого. Не надо никогда комплексовать, там, по поводу своей внешности. Кто-то комплексует, что он там слишком черный, слишком узкоглазый или еще что-то. Ну, это, как говорится, этногенез, вот. Но я хотел бы именно, почему, заостряя внимание, да, что вот у нас, смотрите, общие рода есть, вот у меня брат хорошо интересуется, это Кханакай, да, это вот Огузы те же. Те же Огузы являются и нашими предками казахами, просто некоторые неправильно разделяют, что мы от кипчакской ветви, а вы от огузской ветви. Если дальше копнуть Огузов и кипчаков, то тогда у них один общий предок, даже вот по летописям различным родословным, все сводят предку общему Аллаш, Алшин, да, наверное, слышали такое вот. Мы вот казахи себя называем, бывает, потомками Аллаша, да, то есть и много турков, я знаю, которые согласны с этим мнением. И это, наоборот, нас сближает. Это не значит, что турки произошли от казахов или казахи там от турков. Это просто наши общие предки, и мы ими гордимся, великие кочевники, великие завоеватели. И спасибо вам, как говорится, что сохранили свой родной язык. Это явное доказательство того, что действительно язык саков, язык саков, был именно тюркский язык, и этому доказательство наши все тамги рода, родословные. Ну, как-то так. Вот турки, например, мы, агыско-турки, имеем еще и копчакский корень. Мы же... Вот я о чем и говоришь. Мы же турки Грузии, вообще-то. И, насколько я знаю, в местах, где мы проживали, не было такого угузского заселения, а было копчакское заселение. Но, конечно, я не отрицаю, я не отрицаю, что у нас идет смесь с угузами. Но я считаю, что он устроен копчакский. Ну, даже если, смотрите, вот я хотел затронуть, всегда затрагиваю тему Чингисхана, тему Чингисхана, которого называют монголом. Но когда изучал летописи Абу-Гази Бахадура Чингизида, потомка его, то он описывает своих предков, понимаете? И предков Чингисхана, предков Чингисхана, вот этот момент, подписчики, запомните, их звали Айхан, Жулдосхан, звали Жахсахан, Харахан, Вогузхан, понимаете? Вогузхан, предок Чингисхана. Поэтому о каких, как говорится, халхаманджурах идет речь? Вот это надо все четко понимать, это надо подробно изучать. Благодаря тому, что... Сейчас до конца, Айнар, скажу, пожалуйста. Благодаря тому, что действительно Советский Союз развалился, у тюркских народов появился шанс изучать вот эти все родословные, исторические моменты. И я надеюсь, что действительно в будущем будет Великая Империя, как у наших предков, Туран. И мы за это все ратуем. Я вот так хотел сказать вам. Вообще смешно, когда утверждают, что Найманы, Кереи, Джалаиры, там Хоныраты, это монголы. Ну, в таком количестве, в таком количестве монголы не могли ассимилироваться, тюркизироваться, я так считаю. Потому что если бы существовало тогда отдельный какой-нибудь этнос, по утверждениям говорят, что вот древние монголы были очень привязаны к своим традициям, языку, нации. И как они могли тогда в таком количестве тюркизироваться? Правильно, правильно. Да, официальная версия, хотя я не знаю, кто утверждает эту официальность, Европа или панмонголисты, не знаю, но эта версия тоже научно не доказана, то есть, что был отдельный этнос, Чингисхан относится к нему. Есть немало доказательств, что Чингисхан тюркского происхождения, кстати, по внешности, да, он был азиатом, монголой, но... То есть он был рыжим, голубоглазым мужчиной был. Он был азиатом, но с красноватой бородой, с серыми глазами. А таких азиатов больше всего у тюрков. У халха монголов все черные, вы у них не найдете, мало таких. В основном такие азиаты, казахов, пиргизов, алтайцев, у тюрков, короче. Эйнар, вот я дико извиняюсь, просто бывает мысль, чтобы не потерять... Вот Ертугрул, да, Ертугрул у турков, можно сказать, Ертугрул, потом Осман, да, сын его потомки, да, Османская империя. И если вы тоже покопаете историю, выходит так, что Ертугрул, он является даже, получается, родственником Чингисхана. Ну, вы согласны, да, со мной? Вы об этом знали вообще или нет? Да, возможно, возможно, да. И поэтому говорят, что, типа, турки тоже от монголов... Сейчас, до конца скажу. Турки якобы тоже от монголов происходят? Тогда я задаю всем вопрос. Раз-то Ертугрул раньше откочевал, тогда вы должны разговаривать на халхомонгольском языке, на халхоманджурском, но не на тюркском. А вы ярое доказательство того, что Чингисхан и вообще империя Туран, Исааки были тюркоязычными, тюрками. Вот вы самое хорошее доказательство вот этого момента. Спасибо вам, что вы есть, братья. Рахмет, Рахмет, брат. Кстати, султан Сулейман, он материнской стороны, он имеет кирей, рот, кровь кирейскую. Пожалуйста, казах. Точно. Вот эти рода, которых называют монголами, они везде, куда ни шли, везде оставляют все тюркское. А где монголы? Кто монголы? Вот смотрите, Эйнар... Не стыковок у этих пан-монголистов, так что у них четких доказательств научных нету, я так считаю. Ну, давайте, может быть, нашу первую беседу с тобой, вернее, подведем. Ну, потом еще пообщаемся, как говорится. Именно вот недавно к нам приезжал президент Турции, да, в Казахстан встречал... Ой, извиняюсь, министр обороны встретился с нашим министерством обороны. То есть, ведется работа по укреплению отношений и вот действительно создание общей армии Туран, в будущем, возможно, какой-то союза, да, вот государства Туран, допустим. Каково мнение вообще турков, да, которые в Турции живут? Я надеюсь, все очень рады этому, да, и как бы... Ну, скажите, пожалуйста, как бы... Скажи. В Турции большинство турков за Туран очень уважают казахов, Казахстан. Вообще, казахи и Казахстан популярны в Турции по сравнению с другими тюркскими народами. Я никого не обделяю, просто говорю, как есть. Казахстан очень важная республика в тюркском мире, и в Турции это знают. То есть, дорога в Туран проходит через Казахстан. Я так считаю, и очень многие тюркисты в этом уверены. Да, турецкое общество, как и казахское, хочет, ждет тюркского единства. Ну, не знаю, когда это случится. Вроде бы шаги для этого делаются, министр обороны Турции. Есть ирклам, братьям, казахам, узбекам, другим тюркам. В общем, шаги делаются, но не все так легко. Не все так легко, потому что есть те, кто не хотят тюркского единства. Я думаю, сразу это будет потихоньку. Нужен сабр, нужно терпение. Я думаю, все будет, но нужно работать. Нужно работать всем тюркам. Понятно. Ну, все, Инар, я думаю, в принципе, неплохо. Для первого раза пообщались. Я надеюсь, это не последняя беседа. Мы постараемся со своей стороны сделать репосты, распространить это видео, как говорится, и вы со своей стороны, чтобы больше людей, больше тюрков, братьев, казахов, турков, саха и так далее, чтобы все узнали, что действительно мы друг друга, как говорится, уважаем, любим и друг к другу тянемся. Это немаловажный фактор. Поэтому, как говорится, двери нашего сердца братьям таким же открыты. Пожалуйста. Я думаю, что все будет у нас в будущем хорошо. Благодаря людям, которые не безразлично. Куда я беруся, лажаться, все будет нормально. Ладно, Эйнар, давайте, Саул. Ахмед, Керемет, Алга. Ага, давайте.